Видели фото странных пирамид, которые нашли на Луне? Или, может, фотографии женщин с мобильным телефоном, которые были сделаны в середине 20 века? Я собрал для вас самые странные и необычные кадры, которые удивят любого. Некоторые снимки могут реально вас напугать, их я оставил напоследок. Пирамида. И, как обещал, взгляните на это фото, сделанное в 1972 году в ходе миссии. Аполлон-17 на поверхности Луны. Оно сначала казалось переэкспонированным, и астронавты думали, что на нем ничего не видно. Однако после тщательного анализа выяснилось, что на снимке, к удивлению всех, присутствует структура, напоминающая пирамиду. Это открытие породило множество дискуссий и спекуляций. Существует ли на Луне что-то большее, чем мы можем себе представить? Что скрывают тени и свет на этом таинственном снимке? И как такое возможно? Но погодите, это далеко не самое странное, что я сегодня вам покажу. Огни Хэсдалена. Или что скажете про эти кадры? С 80-х годов ученые и энтузиасты со всего мира увлечены изучением огней Хэсдалена, загадочных светящихся образований, которые появляются в небе над норвежской долиной Хэсдален. Эти явления принимают форму шаров, эллипсов или дуг и могут светиться различными цветами, от желтого и зеленого до белого. Они появляются без звука, перемещаются хаотично или висят в воздухе и исчезают так же внезапно, как появляются. Любители уфологии быстро приписали эти огни воздействию инопланетян, в то время как научные круги оснастили долину станции слежения с современным оборудованием для сбора данных. Несмотря на отсутствие консенсуса о природе огней Хэсдалена, существует несколько гипотез, подтверждаемых собранными данными и свидетельствами очевидцев. Интересно, что при появлении огней часто фиксируется повышение уровня электромагнитного излучения и иногда радиационного фона. Представляете, также была выявлена корреляция между солнечной активностью и частотой появления световых феноменов. Во время магнитных бурь огни появляются чаще. Большинство наблюдений приходится на время с 16 часов дня до 2 ночи, причем количество явлений варьируется в зависимости от времени года. Но если эти явления можно как-то объяснить, то что вы скажете про следующий снимок? Телефон в фильме. Фотография, сделанная на премьере фильма «Чарли Чаплина. Цирк» в 1928 году, вызвала множество спекуляций. На ней женщина, кажется, прижимает к уху предмет, похожий на мобильный телефон. Это изображение подогрело слухи о путешественниках во времени. Хотя многие считают, что в руках у женщины на самом деле слуховой аппарат. Остается вопрос. Если это действительно слуховой аппарат, то почему она, кажется, говорит в него, как в мобильный телефон? И это не единственная такая фотография. Сейчас покажу еще один случай. Телефон на фото. Этот кадр из документального фильма 1938 года также вызвал множество обсуждений и спекуляций в интернете. Молодая женщина, которую идентифицировали как Гертруду Джонс, ведет оживленный разговор, прижимая к уху предмет, напоминающий мобильный телефон. Но в этом случае мы хотя бы можем найти правду. Согласно рассказу ее правнука, в 1930-х годах на предприятии связи в Массачуситсе был разработан прототип беспроводного устройства. Гертруде и некоторым другим участникам эксперимента были выданы эти устройства для тестирования на протяжении недели. На упомянутых кадрах Гертруда использовала это устройство для разговора с другим участником тестирования, который находился поблизости. Черный рыцарь. А что скажете про этот странный снимок? Что это? Спутник-черный рыцарь, таинственный объект на околоземной орбите, который вызывает массу споров и теорий среди уфологов и конспирологов. Впервые он был замечен в 1960 году. И с тех пор многие утверждают, что этот объект может быть инопланетным спутником, находящимся у Земли уже около 12 тысяч или даже 13 тысяч лет. Такие предположения, разумеется, звучат как преувеличение, учитывая отсутствие технологий такой давности. В 1998 году была сделана самая известная фотография этого объекта специалистами НАСА, которую конспирологи часто цитируют как доказательство его существования. Однако официальная версия гласит, что это были лишь фрагменты космического мусора. Интерес к черному рыцарю возродился в 2017 году, когда Mail Online сообщил о сбитии инопланетного спутника, который якобы шпионил за землянами. Это добавило топливо в огонь уже существующих теорий заговора. В июне 2019 года уфолог Скотт Уорринг заявил, что на фотографиях миссии Аполлон-10 он обнаружил нечто, что, по его мнению, является черным рыцарем. Он утверждает, что с помощью обработки изображений в фоторедакторе смог увидеть НЛО с большими руками, что якобы подтверждает существование высокоразвитой инопланетной технологии. Как вы понимаете, правды мы не узнаем, поэтому идем дальше. Фото погибшего. Посмотрите. Это фотография 1919 года с борта HMS Деидалу. Что с ней не так? Она показывает эскадрилью Годдарда, группу летчиков, участвовавших в Первой мировой войне. Однако наибольший интерес представляет фигура на заднем плане, которую опознали как Фредди Джексона, механика эскадрильи. Но в чем проблема? Фредди погиб за несколько дней до того, как снимок был сделан, и в день съемок его коллег-парня похоронили. Видимо, он решил не бросать своих друзей, и теперь блуждает где-то рядом. Но идем дальше. Семья Куперов. А это тоже очень странный снимок. Фотография семьи Куперов, сделанная в 1950-х годах, стала одной из наиболее обсуждаемых и таинственных за всю историю интернета. Когда семья устроилась в новом доме, они решили отметить это событие, сделав групповой снимок. Однако то, что они увидели на проявленной фотографии, стало для них настоящим шоком. На фотографии, помимо улыбающихся членов семьи, присутствовало изображение мертвого тела, которое, казалось, свисало с потолка. Этот неожиданный и пугающий элемент привел к массе спекуляций и домыслов. Некоторые считали, что это мог быть дух прежнего владельца или жертва, связанная с историей дома. Самое интересное, что эксперты отрицали наличие монтажа и только разводили руки от странного тела на снимке. Пугает, правда? Пара из Мексики А на этом удивительном снимке, сделанном в 1940 году, запечатлена пара паломников во время их духовного путешествия в Мексике. Местом их паломничества стала известная святыня Сан-Хуан-де-Лос-Лагос, привлекающая верующих со всего мира, особенно в конце января и начале февраля каждого года. Паломничество в Сан-Хуан-де-Лос-Лагос – это не просто путешествие. Это путь испытаний и самоотвержения. Паломники, как и женщина на фотографии, часто принимают на себя особые аскетические обеты, которые могут включать в себя отказ от еды, воды, одежды и даже временное ограничение зрения. Все это в знак глубокой веры и самопожертвования. Выглядит достаточно стрёмно, согласны? Дым из глаз В 1930-х годах в Детройте жил человек по имени Альфред Лангевин, который удивлял публику своими необычными способностями и стал довольно известен в США. Его уникальность заключалась в том, что он мог выпускать дым через глазницы. При этом его глаза были настоящими, а не протезами. Кроме того, Альфред обладал способностью надувать глазами воздушные шарики, что также привлекало внимание зрителей и способствовало его популярности. Его выступления собирали толпы зрителей, и Лангевин зарабатывал на жизнь благодаря этому уникальному дару. Необычные способности Альфреда были связаны с патологией слезных желез, аналогичной той, которой страдает Майк Морал из Ванкувера, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Морал способен стрелять молоком из глаз на расстояние более двух с половиной метров. А сейчас покажу реально пугающий снимок «Перчатки из человеческой кожи». Эд Гейн, один из самых зловещих серийных убийц в американской истории, стал известен своими ужасающими преступлениями в середине 1950-х годов в Плейнфилде, штат Висконсин. Его деяния настолько шокировали общественность, что позже они вдохновили создание таких культовых фильмов ужасов, как «Техасская резня бензопилой» и «Психа». Гейн был арестован в 1957 году, и именно тогда была раскрыта полная картина его злодеяний. В ходе обыска его дома полиция обнаружила ужасающие вещи – изуродованные тела, чаши, вырезанные из черепов человека, абажур, сделанный из человеческого лица, и перчатки, изготовленные из человеческой кожи. Гейн грабил могилы, убивал невинных женщин и их тел для создания мебели и одежды. Ужас, да? Но давайте о чем-то более забавном. Магазин из платьев Взгляните на этот странный дом на снимке. В 1925 году один изобретательный бельгийский владелец магазина столкнулся с неожиданной проблемой. Его женские платья и пальто никак не находили своих покупательниц. Все попытки привлечь внимание клиенток – от зазывал на улицах до объявлений в газетах – терпели неудачу. В отчаянии и гневе он решил прибегнуть к радикальной мере. Однажды ночью он обвесил все фасады своего многоэтажного дома женскими платьями и пальто. Эта необычная инсталляция быстро привлекла внимание не только прохожих, но и полиции. Горожане были шокированы и одновременно заинтригованы видом своего злобного и матерящегося соотечественника на крыше, в окружении тысячи платьев, пытающегося объяснить полицейским свои действия. Сцена привлекла такое количество зевак, что новость о доме из платьев распространилась по всему городу молниеносно. В итоге платья были распроданы в течение пары часов, в то время как владелец магазина стал местной знаменитостью. А что скажете про эту фотографию? И нет, это не разовая фотосессия успешной и богатой леди. В 1923 году Германия пережила один из самых экстремальных периодов гиперинфляции в истории. Стоимость денежной единицы страны, немецкой марки, падала с невероятной скоростью, что приводило к колоссальному росту цен на все товары и услуги. В результате этого многие граждане столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, вынуждены были искать креативные способы справиться с кризисом. Один из наиболее необычных способов, найденных людьми для выживания, заключался в использовании бумажных денег в качестве материала для одежды. Бумажные купюры того времени стали настолько обесцененными, что их стоимость оказалась ниже стоимости ткани. Это привело к тому, что деньги, которые уже не имели практической ценности как средство обмена, начали использоваться в качестве сырья для изготовления одежды. Люди шили из денег куртки, штаны, платья и другие элементы гардероба. Такая одежда не только помогала справиться с дефицитом материалов, но и стала ярким символом экономических испытаний, через которые проходила страна. Удивительно, правда? Фотография больной Между 1854 и 1856 годами французский невропатолог Гиом Бенджамин Аман Дюшен де Булань проводил эксперименты, направленные на изучение выражений лица через стимуляцию мышц электрическим током. Дюшен использовал методы, которые сегодня могли бы быть восприняты как бесчеловечные. Он связывал своих пациентов и применял электрошок, чтобы искусственно вызвать различные мимические реакции. Эти действия позволили ему наблюдать, как конкретные мышечные группы участвуют в создании выражений лица. Так и появился этот страшный снимок. За час до ужина. А на этой фотографии изображен Майкл Рокфеллер, сын губернатора Нью-Йорка и будущего вице-президента США Нельсона Рокфеллера. Майкл был человеком приключенческого склада ума и в начале 1960-х годов отправился в экспедицию в Папуа-Новую Гвинею. Однако его путешествие приняло трагический оборот. Местные жители, представители папуасского народа Асмат, которые имеют репутацию каннибалов, убили молодого исследователя после одного из ритуалов. Трагическая судьба Майкла вызвала широкий резонанс и оставила глубокий след в семейной истории Рокфеллеров. Официально Майкл пропал без вести, хотя все прекрасно понимают его судьбу. Битва за Лос-Анджелес Ну и куда без этого легендарного кадра, который облетел весь мир? Инцидент, который вошел в историю как «Битва за Лос-Анджелес», произошел в ночь с 24 на 25 февраля 1942 года, вскоре после вступления США во Вторую мировую войну. В тот вечер над Лос-Анджелесом прозвучали сирены воздушной тревоги, и американские войска начали обстрел, полагая, что это японская атака. Однако уже через некоторое время правительство США объявило, что это была ложная тревога, вызванная ошибочной интерпретацией ситуации. Несмотря на официальные объяснения, многие остались скептически настроены, полагая, что власти что-то скрывают. Ситуацию обострило и то, что в прессе были опубликованы фотографии, на которых можно было увидеть объекты, напоминающие НЛО. Это только подлило масло в огонь публичных споров и конспиративных теорий. Позже, в 1949 году, правительство США объявило, что сфотографированный объект был всего лишь метеозондом, случайно попавшим в лучи прожекторов, что создало иллюзию нависающего в небе инопланетного аппарата. Ага. А стреляли по нему метеорологи, чтобы успеть к выпуску прогноза погоды. Охотно верю. А вы? Призрак тюльпановой лестницы. Ну и закончу этот выпуск этим таинственным кадром. В 1966 году Ральф Харди, бывший священник, сделал фотографию винтовой лестницы, известной как Тюльпановая, в Национальном морском музее Англии. После проявки снимков Харди обнаружил на одном из них силуэт человека, поднимающегося по лестнице и держащегося за перила. Этот кадр вызвал значительный интерес и был тщательно исследован экспертами, включая специалистов из компании Кодек. После детального анализа негативов эксперты пришли к выводу, что изображение подлинное. Сотрудники музея утверждают, что на этой лестнице регулярно происходят странные явления, такие как видение фигур, шаги, голоса и даже следы крови. Существует легенда, что около 300 лет назад на этой лестнице погибла горничная, что могло бы объяснить мистические происшествия. Некоторые предполагают, что загадочный силуэт мог быть результатом отражения света или другого оптического эффекта. Однако существует мнение, что фигура на фото выглядит очень правдоподобно, подогревая интерес и дискуссии о призраках среди нас. А что вы думаете? Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. Кстати, а если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то обязательно пишите в наш телеграм-бот, будем рады сотрудничать. И спасибо за просмотр!